всем привет дорогие мои друзья и с вами любовь и мой мирок орхидей сегодня у нас с вами 4 апреля 2020 года и поговорить я с вами сегодня хочу о реанимации и самый лучший способ который я для себя сделала это именно тот способ о котором мы сейчас с вами будем говорить этот способ действует на весь вид реанимации даже на ту орхидейку которая осталась совсем с одним листочком и с обрезанной шейкой такая здесь у нас с вами тоже есть я вам сейчас это покажу не будет у вас никакого загнивания шеи дальше и все это дело остановится и орхидейка постепенно восстановится ребят самое правильное в реанимации это подобрать влажность полив под каждую орхидейку если у вас шея была проблемная вот наподобие как вот эта орхидейка да давайте вам сейчас покажу ее корешочки я буду очень надеяться что вам это хорошо видно вот все ее корешочки вот которая виднеются здесь вот корешочки вот корешочки видите и вот наши корешочки уже от шеи вот такие так 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 не драться ребятушки так мои хорошие вот у вас была проблемная шея вы все зачистили замазали и самое главное посадить ее над субстрактом то есть я я в данном случае вам буду говорить про мох потому что это самый действительный способ и самый лучший способ реанимации вы сейчас скажете я не умею поливать во мхе ребят ничего сложного совершенно подливаем вот на данный момент здесь поить ничего не надо потому что видите мох влажный даже корешочки зеленые сухой мог вы поймете вот так потрогали но здесь у меня была кора я ее специально убрала меня все посадки в основном реанимационные сверху еще находится слой коры этот слой коры важно очень важно чтобы он всегда у вас был сухой то есть вот он прям близко к шейке вот сюда ложится этот слой коры например как вот здесь сейчас я отодвинула это все чтобы показать вам как здесь вот видите очень близко лежит вся эта кора у шеи и я этого не боюсь заметьте вот потому что у нас весь полив с вами происходит обязательно снизу в чем бы она у вас не сидела в таком двойном ли горшочки либо вот полностью в закрытой системе обязательно полив снизу как это сделать я думаю что вот в этом горшочке договорить не надо как это сделать поднимаете горшочек подливаете водички по уровень давайте вот так вот сейчас вот так горшочек стоит вот этот горшочек находится в этом горшочке вы его поднимаете наливаете вот столичка водички и ставите свою орхидейку все этого ей достаточно если вам очень интересно да и вы очень любопытные хотите посмотреть пощупать сверху вот мог мокрый он или нет намокла ли орхидейка не надо этого делать подняли посмотрели ага мох вот до этого уровня намок все этого достаточно постепенно влага поднимется наверх но до самой шеи она не поднимется кора сверху у вас будет всегда сухой что не будет провоцировать гниение шеи здесь видите у нас тюлька мулька уже это шея пыталась гнить постоянно я ее мазала два раза два или три раза потому что видите здесь и максим и фундазол все есть на этой шее это означает что орхидейка не хотела ни в какую жить она пыталась гнить но все это дело я остановила видео гниение я смешивала фундазол с максимом даже вместе и мазала этой ну кажется скажем тогда максим я никогда не развожу вот именно на этой орхидейке видно что через фундазол пошли корешочки то есть ничего страшного вот здесь видно что на крыш очках есть максим тоже ничего страшного не случилось с орхидейкой все хорошо здесь мы орхидейку с вами спасли и в таком вот состоянии она у меня уже ну больше полгода то есть все у нее остановилась корешочки новые пошли от шейки у нас все замечательно все хорошо листики новенькие лезут тоже все прекрасно то есть эта орхидейка будет жить дальше ребят вот еще одна орхидейка которая на данный момент еще не нуждается в том чтобы ее поили здесь у меня мог в каждых посадках вы заметили да он растет вот он такой зелененький именно вот у этой красотки коры сверху нету но я могу регулировать полив по и не намочить верхний слой здесь уже давным давно все остановилось поэтому если дойдет влага до верха ничего страшного эта орхидейка была в плачевном состоянии в двух местах то есть у нее центральный листик который вышел из точки роста он просто стал клякалом вилякалом не пойми каким я его просто оттуда вот насколько смогла убрала и вообще в принципе не питала на нее надежды говорю ну из точки роста лист убран видите да вот все там замазано замазано сейчас я фокус поймаю вот все да что это такое ребят одной рукой неудобно снимать не стал на штатив ставить горю так будет удобней вот видите да что остались старые следы от гниения заболевания данной орхидейки и я просто убрала центральный лист насколько смогла аккуратненько все там тампонным ушной палочкой вот с ваточкой все это дело вычистила залила прям туда в центр этой орхидейки перекись водорода прямо с бутылочки все это дело пошипела я опять это промокнула и хорошо хорошо намазала обильно максимом и мы видим что происходит уже один лист снизу я убрала да что то никак фокус у нас теряется и все вот один листочек снизу я уже убрала и вот пожалуйста через весь этот мазанный максим у нас проклюнулись вот такие замечательные два корешочка и вот здесь вот справа сейчас попробую вам сделать чтобы было видно и вот здесь видите справа уже проклевывается там я так думаю что это корешок но сейчас я еще дело с ней манипуляции никакие не хочу я хочу вот эти сейчас уменьшу камеру вот эти два листочка вот эти два листочка где номерок написаны и с другой стороны постепенно убрать чтобы они просто не мешали но еще маленький очень вот эти два листика которые вылезли после всей этой обработки значит шеи не было далеко испорчено то что я этот листик насколько смогла убрала и все это обработала я просто успела спасти орхидей q и что мы видим внутри данного стаканчика пожалуйста вот такие замечательные корешочки на руки уже все во мхе ногти вот такие замечательные корешочки вот такие два замечательных листика пока ничего трогать не буду она еще какое-то время постоит вот так как она стоит сейчас вы скажете а как же поливать то так чтобы не намочить вверх ребят легко можно сделать вот например вот так вот вставить бирочку изначально сюда с краешку я эту бирочку вот так беру отодвигаю и можно шприцом можно грушкой потихонечку по краешку вниз пролить водичку и у вас водичка пройдет до низу буквально вот столичка наливаете опять же водички чуть-чуть сейчас видите она еще влажная поливать я ее не буду поливать я ее буду когда высохнет мог его видно ребят когда он сухой и вот такие вот уже корешочки у нас здесь замечательные появились это моя белинка я не могу ей нарадоваться ребят потому что от нее на момент посадки остался вот один вот этот листик и тонюсенькая тонюсенькая шея вот не знаю полу не получится показать там шея вот ее видно мне но вам не видно сейчас попробую если я увеличу может будет видно вот видите под всеми корешочками там такая непонятная никчемная шейка вообще вот прям все серое все такое вот я просто это все под гниение никакого не было было очень очень тоненькая шея вот этот один единственный листочек он уже на листочек не похож уже шейка утолщилась потому что орхидейка тронулась в рост и вот такие замечательные корешочки видите они уже пошли в грунт вон кто-то даже выпрыгивает уже из грунта надоело в грунте горит пойду погуляю и опять вот от шейки вот такие вот замечательные корешочки проклевываются и три листочка уже вот самый малюсенький листочек обглоданный такой какой-то до вылез потому что не было вот просто понимаете вот не было шеи вот совершенно не было и вот этот вот листик был первым потом вот этот вторым проклюнулся вылез у какой уже большой видите вырос и вот этот вот шмака девочка у нас 3 то есть момент с момента посадки с 7 11 19 мы нарастили в этой посадке вот это никчемная шея никчемная вот та шея и и находится полностью только вот в этой коре это кора как вы видите она сухая и она всегда была такая мокрая только у нас мог и вот такие вот чудесные корешочки в этой посадке мы нарастили также у нас появилась уже шея появились уже листочки видите вверх полностью сухой и это очень важно бывает так что я беру тоненький нож и вот так с краешку втыкаю аккуратненько смотрю до чтобы но естественно если у вас реанимашка там корней никаких нет вы ничего не повредите аккуратненько вставляете нож и по ножу потихонечку пропускаете водичку вниз чтобы не делать этих всех манипуляции вы можете изначально взять трубочку трубочку какую-нибудь например как из-под капельницы или вот тонюсенькую трубочку и вот сюда с краешку и и просто вставить и потом просто из шприца будете вниз проливать эту водичку то есть придумать можно очень много способов как пропустить воду вниз чтобы вверх был сухой и также водичка у вас вот вы нальете да и до этого уровня и водичка у вас постепенно постепенно поднимется например вот до сюда и вот этот промежуток у вас будет влажным не болотом ребят понимаете воды там быть не должно там должно быть просто влажно и все это дело от шейки начнет активироваться корешочки начнут тянуться к воде которая будет у вас внизу а вверх у вас будет постоянно сухой не будет никакого загнивания вот эта орхидейка уже более-менее такая подсушенная но еще не сухая вот ведь она не хрустит но это хрустит сам стаканчик стаканчики это пивные у меня такие вот 500 граммовые и также у меня вот внизу полностью мог можно еще сделать ребят вот так легко и просто берете стаканчик когда мог сухой он сжимается берете вот так стаканчик вот так вот его делаете вот видите вот так то вы сжимаете вот у вас получается пространство и потихонечку проливаете водичку по одному краешку не надо ее вот так проливать полностью по одному краешку потихонечку до низа опять чуть-чуть налили вот столько не надо думать что этого мало этого вполне достаточно все постепенно влага поднимется до туда докуда поднимется нам важно чтобы шея была сухая вот пожалуйста вот такие прекрасные корешочки у нас тут тоже проклевываются это детка со из с одной орхидейки ну с моей орхидейки детка и вот такие уже у нее там корешочки я ее сняла с мамки у нее было два корешочка они остались там где-то внутри их к сожалению здесь не видно вот она сидит буквально здесь наверное месяц в этой посадке ну вот пожалуйста тоже все замечательно то есть корешки сняты ой корешки у этой орхидейки у этой детки были воздушными я ее посадила вот так вот в мох мох по чуть-чуть обязательно поливала для того не надо было делать так чтобы до верха намокла ни в коем случае влага должна оставаться вся внизу корешки которые были воздушными они должны постепенно привыкать к воде тогда они у вас не изгниют и начнут тянуться сами к этой влаге вы увидели ага мог стал побелел стал такой сухенький все подошли подлили водички никаких проблем вот она наша красавица которую мы с вами пересаживали это мастер-пис посмотрите какая здесь у нее красота какие прекрасные уже корешочки растут чудо а какие замечательные две детки сбоку у нее выросли вот это та наша вялая непонятная с вами орхидейка у которой сама мамка вот она вот эта мамка это ее две детки мамка была тоже в печальном состоянии никак не хотела жить она потеряла тургор она потеряла все корни я ее поставила вот в такую посадку только она у меня была в другом стаканчике так в чем она у меня была она у меня была по просто во мхе в еле-еле влажном прям чуть-чуть и сверху была накрыта таким же стаканом была сделана тепличка обязательно вверху были дырочки то есть обязательно эти дырочки были и вот потом я ее пересадила вот так когда деткам этим уже было очень мало места я ее пересадила вот на такой над вот в такую посадку и она у меня ребят начала терять тургор потому что я ее вынулась теплички вот уже вот таких корешочки смотрите какой тут у нас зеленый мох у нее уже частенько вот здесь внизу остается вода потому что она уже окрепла она уже такая большенькая и тем не менее мокрый только мог кора сухая кора не мокнет понимаете и вот такая вот красота у нас там внутри растут корешочки вот один листик я так вот он один листик я у нее видите отрезала который был совсем без тургор и он и так вот наклонялся и закрывал деток поэтому мне пришлось его отрезать и после того как я его отрезала листик набрал тургор и теперь как бы все прекрасно мне пришлось ее после пересадки вот в эту штучку поставить опять в тепличку я ее просто накрыла пакетом так вот просто отдела пакет вот с краешку поставила вот такие вот штучки но можно придумать любые чтобы они вот так стояли было повыше и пакет не касался как бы самой орхидейки была вот такая вот у меня тепличка она была этот пакет был не завязанный он просто легко был одет то есть воздух вовнутрь попадал и так она у меня стояла наверное под досветкой недели две потом я сняла этот пакет когда уже увидела что все она восстановилась корешочки прям тронулись в рост детки заметно подросли и детки уже сами пустили свои корешочки то есть они уже не тянут с мамки столько сил и мамка тоже пошла в рост вот такая вот замечательная моя красавица уже растет но вот эта посадка видите так корешок там не сломать вот отрезанная вот она бутылка была вот это низ это вверх я ее разрезала пополам и вот здесь все открыто видите капает водичка а почему капает водичка она у меня не до конца вот смотрите она не касается дна она дна не касается но вот так делать сразу когда вы реанимируете орхидею нельзя ни в коем случае болото быть не должно у меня именно эта орхидея так уже стоит потому что она уже восстановилась она уже тянет свои корешочки к этой воде загниение шеи у нее никакого не будет мог настолько уже там начал расти что он просто в себя впитывает воду и сверху вся кора как вы видите она остается сухой вот эти посадки мы делали с вами на днях в прямом эфире вчера должны были вместе их полить но у нас пропала связь и мы не смогли этого сделать вот в точности такие же посадки это не реанимашки это хорошие орхидейки у них там просто мало корешочков но я хочу большую часть своей коллекции пересадить именно в такие посадки внизу мох сверху кора внизу мох сверху кора полив будет только снизу сейчас вы скажете а как же подкармливать ребят также подкармливать все подкормки либо по листу протиранием либо снизу я буду подсыпать осмокот вот именно в эти посадки я также потихонечку вот здесь вот с краешку протолкну осмокот до низу и все если вы будете поливать каким-то удобрением значит также вниз горшочка наливаете удобрение но хочу вас предупредить что от удобрения осмокот не в счет от удобрения мог засаливается гораздо быстрее и он теряет свое свойство он станет делает с таким кристаллизованным и если корешочки его касаются они начинают обжигаться и портится поэтому когда выращиваете орхидейки во мхе лучше я думаю все удобрения делать по листу протиранием по листу тоже замечательно орхидейки берут в себя все витамины либо вниз накладывать осмокот осмокот такой реакции на мох не дает ну вот мои хорошие если у вас остались вопросы задавайте в комментариях кто не подписан обязательно подписывайтесь на мой канал я расскажу вам еще много интересного и поверьте это самый лучший способ реанимации самое главное аккуратно с поливом это самое главное поливаем по мере просыхания мха всем пока и до новых встреч не забываем поставить лайк и поделиться данным видео ведь кому-то это может очень и очень помочь а если вы поделитесь и оставите это видео у себя на страничке возможно его быстрее увидят нуждающие архаманы всем пока пока желаю вам всем здоровья и сидим дома я вас очень люблю и до новых встреч в чурки открывается моя красотка вот это лошадка покажу чуть-чуть видите какая чудо раскидала тут свои листики уважаю и вот наш цветоносик растет который вот здесь в загибе сломанный и вот у меня тут а красотка моя открывается конечно вспышку сейчас снимаю она заслуживает вон бутошки вот-вот откроется вон там сколько еще их так здесь вот моя новинка беляночка открывается не знаю что за счет природы такой мастик она сейчас я вот что-то там вот такое будет интересная губа конечно очень красивая ток-ток сегодня еще девчонки открывается чуть позже покажу на губа конечно обалденная царить да блин как же мне вам показать мне тут эти-то висят но видите какая губа щека то губа щека там какая но откроется получше я вам покажу с утра еще была совсем закрыта вот сколько у них вот а вот а вот а вот веточка еще вот здесь где-то вот она так что будет красотка красотка кто-то меня спрашивал как себя чувствует мастерпис вот один вот она каких уже деток больших нарастила все там у нее растет тут у нас вот так вот здесь даже корешок уже проклянулся вот так что с мастером без все замечательно вот так что с мастером без все замечательно